Приветствую вас, и, вы знаете, не совсем понятен ваш вопрос, в первую очередь. То есть, вроде бы как вопрос про одно, но в итоге вы говорите совсем про другое, по итогу. По итогу вы говорите совсем про иного. По итогу вы говорите о том, что вы ревнуете. И здесь, если честно, непонятно, то ли отвечать вам про то, насколько нормально, то, что делает девушка сейчас, вот. То ли начинает рассказывать вам про ревность, которую вы испытываете, и про то, откуда она берётся. Почему она стала возможной для вас, вообще, вообще. Давайте сначала мы с вами, наверное, раскроем всё-таки проблему именно девушки. Да, то есть, ну, насколько адекватно ведёт себя она, девушка, то есть. Вот. И потом, после этого уже, наверное, немножечко коснёмся темы ревности. Вот. Вот. Значит, смотрите, если она, ну, то есть, собственно, девушка, с вами рассталась, да? И для напоминания рассталась. Уже. Вот. Что? Она имеет полное право встречаться в общем и целом с кем угодно. Вот. Она имеет право выбирать. Да, она имеет право выбирать. Как бы это вот неприятно, как бы это не неприятно звучало. Вот. Но выбирать она имеет право. Потому что она, она свободна сейчас. Ну, на данный момент свободна. И делать может всё, что хочет. Другой вопрос в том, почему вы спрашиваете нас. Нормально ли это? Вот этот вопрос, он интересует меня в большей степени, на самом деле, чем всё остальное. То есть, как вы относитесь к себе? Считаете ли вы, например, себя исключительным? Считаете ли вы, например, что не должны выбирать, грубо говоря, когда речь идёт о вас? Допустим. Вот. То есть, это вот отношение к, ну, это отношение именно к себе. В контексте данной ситуации, это неплохо бы выяснить. Далее, вы спрашиваете у нас, какой будет её ответ? Опять же, почему вы спрашиваете у нас, какой будет её ответ? То есть, вопрос-то ваш продиктован чем? А вопрос ваш продиктован, именно желание, чтобы она выбрала вас. Вот. Ну, вы хотите, вы хотите, чтобы она выбрала вас. Это понятно, что вы хотите, чтобы она вас выбрала, но вы как будто бы недовольны тем, что вы делали для неё. Ну, то есть, вы недовольны тем, как она себя повела? Считаете, что она, ну, наверное, обязана вам чем-то? Считаю ли я, что это правильно? Скорее, деструктивно. Если помните, вы расстались с ней из-за ревности, вашей ревности. И расстанетесь вновь, если ничего не поменяете, если ничего не переделаете, если не будете работать над собой. Вот. Понимаете? То есть, ведь ничего не изменилось. Ваша ревность сейчас сдерживает только то, что вы не имеете права. Ну, типа, не имеете права ревноваться. Но, как только вы почувствуете, что право ревновать вы имеете, как только вы почувствуете, что будет, что начнётся? А начнётся, по сути, повторение той же самой истории, что и было. И со своей девочкой вы, скорее всего, расстанетесь вновь. Потому что расстались один раз, расстанетесь ещё раз. Но здесь, как бы, по-другому быть не может. Вот и подумайте, подумайте, исходя из, вот, того, что я сказал. Подумайте, а стоит ли тратить время на девочку, на это? Если вы не работаете над собой, скорее всего, снова её потеряете. Подумайте, подумайте, подумайте. На что вы надеетесь? На что вы рассчитываете? Как дальше вам видятся отношения с ней? То есть, ну вот, представим, да, что она выбирает всё-таки вас, а не его. Да? И что? И что произойдёт? Ваша ревность станет меньше? Нет. Ваша ревность меньше не станет. Скорее, она станет больше. Потому что ревность, как правило, только усиливается со временем. Подумайте об этом. И самое главное, подумайте о том, как вы воспринимаете девушку. То есть, если вы её любите, если вы хотите, чтобы она была счастлива, то, может быть, имеет смысл подумать, а что вы ей дадите? Кроме, как бы, ну, ревности вашей, которая сейчас у вас есть. Вот. Понимаете? Опять же, вы поймите, я вас не обвиняю. Просто хочу, чтобы вы об этом как следует подумали. Просто хочу, чтобы вы об этом как следует поразмышляли. Просто хочу, чтобы вам это было ясно. Ситуация, которая сейчас произошла, она просто показывает ваше состояние. И то, что встречаясь с девушкой, вы, ну, вряд ли, вряд ли сможете сделать её счастливой. Потому что вы сами ревнуете и вы сами неуверенны в себе. Ну, потому что ревнуетесь. Вам самому что-то нужно. Вам самому себя надо заполнить, ну, нужно заполнить чем-то. Вот. Вам самому чего-то не хватало. Вот. А ещё тут девушка что-то требует, да, что-то хочет. Вот. Понимаете? Какая, какая история. Поэтому, вот вы подумайте об этом. Что ревность, это признак личностной незрелости. А личностно незрелые люди отношения строить не могут. Здоровых. А строят они только отношения, такие же личностно незрелые. Вот. Понимаете? Какая история. Поэтому, я рекомендовал бы вам, ну, обталкиваться именно от этого. Что я хочу для девушки, что я для неё хочу, что я могу ей дать, почему она должна выбрать именно меня. Ну, вот, почему я так сильно от неё завису. Вот. И, собственно, что мне нужно. Для чего мне отношения. Вот. Понятно? Дальше. Ревность. Ревность, это следствие, ревность, это следствие определенных ваших проблем. Таких, как, неуверенность в себе, отсутствие значимости, собственной значимости, нереализованность, страх одиночества. Отсюда берётся ревность. И, соответственно, соответственно, если мы хотим, чтобы её не было ревности, то начинать нужно, чтобы её не было ревности. Именно с работы над собой. В этом направлении. То есть, с повышения собственной значимости, с принятия в себя, с обретением внутренней гармонии. И так далее. Вот эти вещи важны. Действительно важны. Для вас. Если вы хотите именно здоровые отношения. Понятно? Вот. И думать тогда нужно не о том, какое решение примет девушка. Думать нужно о том, что если решение она такое примет, то сделает это потому, лишь, лишь потому, что ей так хочется. То есть, она этого захочет. Она этого захотела. Она захотела принять такое решение. И это её полное право. Вам, если вы её любите, нужно это решение принять. Потому что, ну, а как, простите, по-другому. Если вы решение принять её не можете, значит, речь идёт о том, что вы, возможно, не так уж сильно её любите. Вам она для чего-то нужна. Верю. Но нуждаемость в человеке не может выступать в качестве основы для отношений. Потому что нуждаемость порождает, порастает, как правило, нуждаемость порождает сверхмотивацию, вот. Сверхмотивация, в свою очередь, порождает зависимость. А зависимость напрочь убивает всю идею здоровых отношений. Какими бы они вообще, ну, могли быть. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. Если она выберет не вас, да, то вам лучше с ней здесь взаимодействовать так, как будто ничего не произошло, не произошло. Улыбайтесь ей, покажите, покажите, что, ну, что вы уважаете её выбор, покажите, что вы приемлете её выбор. Вот. И, соответственно, дайте ей это понять. Если любите её, опять, если любите её, то придёте к пониманию того, что она это сделала для себя. Ну, потому что ей так лучше. Вот. И это, на самом деле, лучшее, что она вообще могла сделать. Для себя, опять. Понимаете? А вам на индивидуальную терапию для работы с древностью. Только так можно построить отношения здоровые. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!